Здравствуйте! Это программа «Город Ас» и я Елена Чернявская. Горький центр в Самаре – это место для свободного высказывания. Вместе с посетителем здесь создают пространство для открытого диалога с городом и современностью. Сегодня гости в студии Екатерина Орлова, директор по развитию Самарского литературного музея и Рудольф Голубев, заведующий отделом литературы XX-XXI веков. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Ну и прежде хотелось бы познакомить наших уважаемых телезрителей вообще, в принципе, с площадкой литературного музея. Когда вы открылись и на какого посетителя вы ориентированы? Ну, надо начать с того, что есть литературный музей, который уже много лет, в этом году юбилей, 80 лет с дня открытия музея. Который находится в центре города, недалеко от костела, который мы все с вами знаем на улице Пересечения Красноармейской и Фрунзе. И этот музей базируется на усадьбе Алексея Толстого. То есть когда-то здесь жила семья Алексея Толстого. И, собственно, этот музей был филиалом. Вот эта усадьба была филиалом музея Максима Горького. Был еще музей Максима Горького. Сейчас, к сожалению, этого помещения у нас нет. Но у нас появился Горький центр. Такой отдельный филиал дополнительный к нашей основной площадке, к усадьбе. У нас появилась такая экспериментальная, альтернативная площадка, Горький центр. Где мы немножко даем себе свободы больше, даем себе больше возможности фантазии. И поэтому мы здесь ограничили себя только временными рамками 20-21 век литературы. Но это в целом культура этого времени. Это те понятия, те какие-то направления, которые там в это время были развиты, процветали, появлялись. И мы занимаемся в целом культурой этого времени, скорее всего, и добавляем туда много современности. Вот если говорить конкретно про Горький центр. А литературный музей в усадьбе, здесь мы говорим, жемчужина нашей экспозиции, нашего музея. Это мемориальная квартира, где жил Алексей Толстой со своей мамой и отчимом. Здесь он жил практически до того момента, как уехал учиться в Петербург и приезжал сюда уже на лето тоже к маме. И вся эта усадьба, она сохранилась на то время, вот она восстановлена на тот момент, когда здесь жил Алексей Толстой. Это деревянные два дома, это беседки, колодец, каменный флигель в конце. Вы знаете, когда приходишь к нам в усадьбу, люди говорят, что попадаешь в какое-то такое райское место в центре города, где гудят трамваи, машины. И когда приходят к нам, у нас тень деревьев, сирень, жасмин весной. Это просто как будто бы на даче. Мы часто делаем что-то в беседках, летний сезон мы всегда проводим на усадьбе в плане мероприятий. И предложение для посетителей, зрителей. Поэтому вот мы с нетерпением ждем весны, честно говоря. Ну, вы знаете, Екатерина, слушая, вас сейчас передо мной встали вот эти живые картины. Я была там, ну, когда я была еще школьницей, конечно, да, это была обязательная школьная программа, нас возили. Я вот сейчас вспоминаю, настолько в памяти, да, остались вот эти воспоминания, что вот вы сейчас рассказываете, они, как говорится, встают как живые. Я хочу спросить вас, Рудольф, вот Горький Центр, отдел литературы все-таки 20-21 века. Почему вы выделили именно этот период времени? Вот любопытно расскажите. Ну, собственно, отдел был создан, да, на самом деле не так давно. Вот, и как-то так получилось, что он сплавлен с площадкой Горький Центр. Вот, ну, мы понимаем, что и Алексей Толстой, и Максим Горький, и два таких наших, скажем, основных персонажа, вот, вокруг которых и был выстроен в свое время литературный музей, сначала в 40-е годы, затем в 80-е, это относится, конечно, по большей части к литературе 20-го века. Но когда начинаешь говорить даже просто об этом периоде столетнем, и затрагиваем начало, ну, уже не начало, уже четверть нашего столетия, вот, то мы понимаем, что это очень такой широкий массив авторов с разными техниками, с разными подходами, методиками, и как-то хотелось их раскрыть, и для этого выделить какую-то отдельную площадку, чтобы там чуть более, может быть, смело, чуть более экспериментально, собственно, и зачастую, когда мы говорим о Горьком Центре, мы подразумеваем какую-то экспериментальную площадку. То есть какие-то вещи весьма уместные на усадьбе 19-го века, действительно, там очень ламповая, что называется, атмосфера. Аналоговая. Да, аналоговая, вот, как вот сказала Катерина, вот. А площадка Горький Центр, она даже как-то стилистически, если вот заходите, вы сразу чувствуете, что такое, как бы, некоторое такое обновленное пространство в сравнении с усадьбой. Вот, ну и как-то нам показалось уместным будет такое разделение привести, чтобы, опять же, не путать посетителей, как-то его даже, может быть, атмосферы и подготавливать к тому, что он увидит непосредственно на каждой из площадок. А вот давайте поподробнее, что можно увидеть. Вы так смело заявляете, эксперименты, необычный подход. А в чем, собственно, состоят-то вот эти эксперименты, и в чем отличие Горького Центра от других современных площадок в нашем городе? Ну, собственно, как раз мы, чтобы было понятно, там нет основной экспозиции, да, то есть это такой несколько галерейный подход. У музея всегда есть основная экспозиция, которая работает всегда, и она привязана к основной теме музея. И есть какие-то временные выставки. В основном в Горьком Центре проходят как раз-таки временные выставки и какие-то мероприятия, связанные как раз-таки с литературой современной. Но не только с литературой, современное искусство, танец, кино показывают, там фестивали разные проходят и так далее. И даже вот, например, в плане подхода к выставкам, да, то есть это необычные музейные выставки, когда люди пришли, видят в витринах какие-то экспонаты, узнают что-то новое или не узнают, в зависимости от выставки, и уходят с каким-то впечатлением. Здесь они приходят, видят несколько такой необычный подход к музейному даже делу, да, то есть там экспонаты... Были у нас, например, выставки вообще без как таковых музейных экспонатов, но они отсылали, так скажем, это были какие-то модули, собранные самими сотрудниками музея, которые отсылали к каким-то там идеям, современной поэзии и так далее. То есть человек приходит, и он сразу подготовлен к тому, что он увидит не совсем классический музей. Вот, и поэтому мы и выносим вот это слово постоянно экспериментально, чтобы человек был как-то несколько готов. Но это, кстати, не отделяет нашу как-то публику, то есть приходят люди самого разного возраста, там от 20 до 18 до 65 плюс, что называется. Вот давайте, кстати, о посетителях. Екатерин, литературный музей, ну если с Толстым понятно, это школьная программа, а вообще на кого вы сейчас ориентированы? Ох, этот год, предыдущий год, конечно, внес свои корректировки, и мы действительно поняли, на что в первую очередь мы ориентировались. Это туристы, это действительно школьники, это большие группы, иногда студенты, но это групповое посещение. Либо, если это одиночное посещение, то это туристы, которые приехали в город, опять же, там летом. И в прошлом году нам было не так просто, как многим музеям, и вообще все, кто связан с культурой, конечно, перестраивались, находили новые форматы работы. И мы, собственно, тоже много что сделали в онлайн формате. Но сейчас мы возвращаемся, и в первую очередь, конечно, ну вот в музее основном у нас это, так как Алексей Толстой написал «Буратино», так как Алексей Толстой написал «Детство Никиты», мы ориентируемся на родителей с детьми. То есть они здесь у нас, они очень любят эту площадку. И вот для примера, мероприятие, которое запланировано на февраль, уже закрыта запись вся полностью. То есть запись закрывается в течение трех дней, такой как бы любви, такого ажиотажа. Не наблюдалась давно, вы хотите сказать? Может быть, именно из-за пандемии, да. Сейчас все очень быстро как бы расхватывают все любые предложения. Вот что делаем мы в музее, это пользуется огромной популярностью сейчас, ну вот у родителей с детьми. И, конечно, мы все-таки рассчитываем на взрослых, которые прогуливаются по нашему городу, если это не приезжие. Но, честно говоря, сейчас развит внутренний туризм. И вот мы сейчас даже думая о том, куда поехать, рассматриваем нашу Россию, думаем там в один город или в другой город. Поэтому мне кажется, что сейчас популярно ездить по разным городам, тем более у нас тут Волга, практически город-курорт, и много музеев. Мы еще находимся на таком пятачке, где... Да, место локации у вас очень. Да, музей модерна, литературный музей, музей кино Рязанова. То есть здесь можно действительно... Мимо пройти просто практически невозможно, да? Гуляя, обязательно все заходят. Поэтому вот такой у нас здесь расход публики, ну то есть это родители с детьми, это приезжие, туристы. И вот мы много что делаем для молодежи. У нас часто какие-то фестивали, опять же, в летний период. И мы поняли, что вот одной усадьбы и одного периода лета довольно мало для нас. Потому что у нас небольшие помещения внутри самой усадьбы. Это старый особняк. И вот Горький Центр стал таким продолжением работы с молодежью, назовем это так. Ну то есть сейчас это очень обтекаемое понятие. На самом деле Горький Центр посещают с 16, мне кажется, и там, да, 35+. Это такая основная аудитория. Да, там будут старше. Вот сейчас мы хотим запускать отдельную программу младше с подростками. Мы хотим делать с ними лабораторию. Опять же, объяснять, что такое кураторство, что такое искусство современное. И надеемся, что это будет пользоваться популярностью. Именно там 8-й, 9-й, 10-й класс. Это что-то вроде профориентации. То есть мы хотим показать, что можно изучать другие профессии, что можно работать сейчас по разным-разным специальностям, не только которые представлены в вузах. И уже сейчас, на самом деле, молодые люди там с 16 лет начинают, я не знаю, заниматься СММ, каким-то программированием и так далее. И не получают при этом образование. Хорошо. Я не могу не спросить вас об организационных моментах. Как вы сейчас работаете? В каких режимах? Как можно приобрести у вас билеты? Можно ли просто мимо идти и зайти к вам в музей? Или как-то все это нужно заранее? Ну и, конечно, как вы работаете с посетителями? У нас сейчас мы хотим принимать посетителей. Мы все делаем для этого. В смысле, мы открыты всегда. С 10 до 6 работает у нас основной корпус. Есть несколько дней, когда мы работаем позже. Например, в четверг мы работаем с 12 до 8. И в этот день можно после работы прийти, как правило. Но именно на этот день... Ну, то есть сайт, соцсети всегда актуальны, информативны. Да, 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 конечно. То есть можно всю информацию... Билет купить можно прямо мимо проходя, заходить, загадать себе 40 минут. И за эти 40 минут увидеть и узнать что-то интересное. А вот давайте перейдем сейчас к интересному. Я хочу узнать о планах на 2021 год. Какие выставки, мероприятия, запланированные на год текущий, уже начали свою работу. Ну и, конечно, что интересного, такого необычного, ну и, конечно, актуального ждет ваших посетителей. Ну, прямо в настоящий момент у нас работает на площадке Горький центр выставка «Женский вопрос». Так. Вот, весьма такая зловодневная тема. Да, вот уже к этому подходу. Видите, что мы берем очень звонкие темы, такие на грани, которые сейчас, ну, не в тренде есть, но острые. Ну, остросоциальные, может быть, даже иногда. Да, скажите поподробнее. Собственно... Название уже интригует, кстати. Да, там есть еще у нее такое, как бы, название, такое двойное, 2020, «Женский вопрос». Собственно, она выстроена на том, как менялось отношение к женщинам в молодом советском государстве. Да, то есть 1920-е годы, был как раз эпоха таких смелых экспериментов во многих вещах, в том числе, что касалось отношения людей к друг другу, там, права женщин, права детей, отношение, менялось отношение к семье и так далее. И, собственно, конечно, потом все это затухло. К 30-м, как мы понимаем, поменялась и риторика официальная, и какие-то ценности резко изменились. Но вот это вот несколько лет таких смелых экспериментов, которые, благами которых, в принципе, до сих пор мы пользуемся, да, то есть там, что женщины могут занимать какие-то определенные должности и так далее. Ну и, собственно, коллеги наши подошли к этой выставке следующим образом. Они решили запараллелить это 1920-е с 2020-ми годами. Они нашли какие-то аналогии, то есть выставку можно разделить на условных таких две части. То есть это вот 1920-е, где рассказывается про молодое советское государство и отношение, как менялось отношение к женщинам в нем. И, собственно, 20-е наши, 21-го века, о том, к чему, собственно, мы пришли, да, что вернулось обратно, что, может быть, мы в чем это ушли дальше. И, собственно, на таком сравнении конфликтным несколько построена выставка. Ну, действительно, она несколько такая острая, потому что сейчас эта тема муссируется в СМИ, там, в общественном сознании. Но наши коллеги, за что им большое спасибо, постарались подойти к этому так несколько объективно. Потому что мы понимаем, что если в 20-е годы прошлого века, это была не только какая-то идеологическая повестка, но и попросту, ну, практически необходимость. Выбили большое количество мужчин, да, там, в гражданскую войну и в Первую мировую войну перед этим. И нужно было как-то, что называется, женщину посадить за трактор, чтобы она, там, или поставить ее у станка, чтобы она заменила отсутствующее мужское население. То есть они все беспристрастно постарались это показать и представить в этой выставке. И действительно она пользуется определенным интересом и у самой разной аудитории. Рудольф, а скажите, пожалуйста, а посредством чего выстроена выставка? Проводит ли ее экскурсовод? То есть там какие-то экспонаты, интересные книги, я не знаю, полотна, что там? Посредством чего вы рассказываете эту историю? Ну, что касается экспонатов, поскольку мы все-таки музей литературный, то мы понимаем, что большое количество экспонатов там это журналы, как раз там всякие крестьянка в них там. Ну, это были, может быть, не самые-таки популярные журналы, но тем не менее как раз поднимали эти вопросы. Различные периодические издания, фотографии, есть даже несколько бытовых предметов, да, то есть там как раз в попытке раскрыть вот это изменение отношения даже к внешнему виду женщины, там представлено несколько экспонатов, которые демонстрируют, как женщины там одевали кожанки, красные платки повязывали, да, подражая там... То есть погружение в эпоху все-таки происходит, да? Да, да, есть некоторое. Ну и, конечно, там задействованы какие-то цифровые технологии, потому что как раз современность была раскрыта коллегами через, например, интервью четырех женщин разных профессий, то есть разных сфер занятий, разных, скажем так, к идеологии, можно даже сказать, потому что там, в принципе, есть разные высказания. Есть активистка, которая занимается как раз правами женщины и какими-то там семейными бытовыми конфликтами. И есть, например, женщина-хирург, которая, ну, не знаю, хирургиня, как это сейчас... Хирург! Да, хирург, да, будем говорить так. Вот, неутвержденная еще пока что, другая норма. Вот, и она рассказывает о своей профессии и, в принципе, выступает в таких вполне традиционалистских позиций. Это тоже интересно. Вот, то есть люди могут, посмотрев на экспонаты из прошлого, да, там, из столетней давности, ознакомиться с какой-то информацией, подойти, послушать эти интервью, узнать какую-то информацию уже о нашей современности при помощи, опять же, современных технологий. Здорово. Ну, я знаю, что вы не обошли тему и о 60-летии полета человека в космос. Тоже будет представлена экспозиция. Расскажите, Катерина, о ней. Это лучше как раз... Да, Рудольф. Ну, я хотела сказать еще, что... То есть, да, выставка, мы ее сделали, но мы не просто представляем выставку и ждем, что на нее придут. Мы делаем очень много параллельных программ, мы делаем параллельные программы, очень много мероприятий, которые, собственно, рассказывают об этом вопросе, об этом женском вопросе, да. То есть у нас каждый четверг в 7 часов там проходит экскурсия. У нас там есть лекции, были лекции, предваряющие эту выставку, которую мы организовали совместно с организацией «Гендерпросвет», и там, вот, собственно, все эти темы, темы женщин сейчас в современном мире. А выставка вообще разбита на три блока. Вот я хочу добавить. Это карьера и семья, то есть где сейчас современная женщина, как я выгляжу, это, собственно, как менялось, как образ женщины визуально, кожанки, которые, опять же, сейчас на пике популярности, короткие стрижки, косынки. Все это сейчас опять мы используем. Ну, мода ходит по кругу, да, не секрет, конечно. Да, и какой третий блок еще? Женская профессия. Да, и профессия. Ну, где вот, опять же, все эти феминитивы, директор или директорка, куратор или кураторка, которые же сейчас... Четыре блока. А еще? Четыре блока. Ну, вот как раз, которые про феминитивы и нормы языка. Вот, ну, то есть параллельная программа к выставке... Да, очень активная. Это то, чем занимается Горький центр, и, опять же, то, что его выделяет. И мы назвали эту программу «Продленка». То есть мы продлеваем, как бы, обсуждение этой выставки, и в рамках этой продленки мы приводим каких-то экспертов, спикеров, лекторов, которые вот раскрывают эту тему интересно каждый раз по-новому, а не просто экскурсовод рассказывает то, что мы видим здесь. Ну, а о космосе пару слов. Да, собственно, действительно, в этом году 60 лет полета человека в космос, и мы решили, опять же, поскольку мы литературные музеи в том числе, мы решили подойти к этому вопросу с литературной точки зрения и раскроем ее через научную фантастику. То есть, действительно, фантастическая литература, научная фантастическая литература пользовалась в советские годы большой популярностью, да, среди подростков и взрослых людей. Ну, и сейчас, если мы посмотрим, да, там какие-то фантастические книги, фантастические фильмы, на сих пор, да, занимают первые, там, строчки каких-то, там, продаж, просмотров и так далее. То есть, понятное дело, эта продукция всегда очень разного качества, есть какие-то действительно серьезные произведения, есть такое, что называется, ширпотреб, вот. Ну, и мы постарались подойти к этому вопросу космоса вот с позиции красночной фантастики. Ну, пока что такое, как бы, все в рабочем еще режиме, мы продолжаем развивать эту тему, вот, и, скорее всего, мы постараемся раскрыть ее вот с того, как виделось писателям-фантастам такой позитивный несколько облик будущего, да, когда, там, мы уже к 2001 году, там, освоим, там, планеты, нашей солнечной системы и то, к чему мы, собственно, пришли сейчас, да, то есть, ну, то есть, конечно, у нас технологии, вот, позволяют, да, сидеть, там, в студии, еще что-то, там, пользоваться смартфонами и прочее, прочее, но какие-то вот эти целеустремления, да, то есть, лучшие, они остались нереализованы, вот, и такая, несколько, может быть, ностальгическая будет выставка, вот, но пока все еще в очень рабочем режиме, вот, и мы думаем, что там много чего добавится еще, вот, поэтому, слушайте, следите за нами, вот, ближе к маю это будет реализовано, вот, в формате выставки, и, как обычно, мы это всегда делаем, то есть, это целая событийная программа, то есть, мы запланировали, там, и книжный фестиваль, где можно будет приобрести какие-то новинки, или, может быть, неустревающую классику, да, какие-то, опять же, мастер-классы с детьми, потому что, скорее всего, подростки и дети помогут нам в создании одного из небольших блоков этой выставки, вот, поэтому, что называется, мы... Милости просим. Да. Хорошо, мы с вами планировали поговорить о дрейфе, сайфере, экспериментальной выставке, вот так вот сразу и не выговоришь, да, расскажите об этом, что это за направление и насколько оно актуально сегодня. Ну, давайте я начну, Рудольф расскажет поподробнее. На самом деле, вот мы всегда говорим альтернативная площадка, потому что, когда люди приходят в музей, они готовы к определенному продукту, экскурсии, пешеходная экскурсия в городе, допустим, да, там, лекция, концерт музыкальный, и в горький центр мы решили перевернуть все сверху на голову, добавить этому какой-то современности, добавить искусство в это, и, конечно, делаем это довольно смело. То есть, если это пешеходка по городу, то она не просто знакомит с этим домом и тем, кто жил здесь, а мы пытаемся найти что-то, что скрыто в этой улице. Это мы назвали дрейфы, то есть дрейфуем по городу и ищем что-то, что скрыто. Если это там концерт какой-то, то мы совмещаем это чтение стихов, музыку, визуальный ряд, какой-то видеоарт на заднем фоне, то есть это какой-то целый огромный продукт, это сайфер, то есть когда разные люди, что-то вроде открытого микрофона. То есть мы придумываем новые сочетания, какие-то коллаборации, новые продукты, новые форматы. И вот, собственно, все это у нас уже есть, уже отработано, и в 21-м году, опять же, мы приглашаем на них посетителей. Они интересны, они пользуются популярностью? Да, вы знаете, пользуются. Причем, когда запускалось это, вот, ну, год назад, плюс-минус по времени, то были некоторые опасения, что люди не поймут несколько вот этот формат. Да. Вот. Но, как оказалось, там уже прямо на первое же мероприятие люди приходили, что вот, меня лично больше всего удивляет, действительно, приходят люди самого разного возраста. Несмотря на то, что мы сначала ориентировались на молодежную аудиторию, видно, мы где-то, что-то, спрочитались в хорошем смысле, потому что очень много людей самого разного возраста вполне себя считают прогрессивными, молодыми и так далее. Вот. Ну вот, например, про дрейфы, да, можно раскрыть поподробнее, потому что это действительно такая фирменная карточка, может быть, со временем станет горького центра. Здесь нужно отметить, что придумал этот формат наш товарищ и коллега в прошлом, сейчас, к сожалению, то есть он как бы продолжил свой карьерный путь дальше, Никита Кузнецов, вот, собственно, он как раз художник современный и как раз наш коллега в прошлом, он разработал эту такую как бы прогулку по городу, что-то среднее между экскурсией и художественной практикой на основании там теории Гидебора, это был такой французский философ, теоретик, урбанист и так далее, и так далее, и художник, да, что самое важное. Вот он со своими товарищами, ну, еще Гидебор в 50-е и 60-е годы во Франции они ходили по городу и практиковали так называемые дрейфы. Собственно, они изучали городское пространство при помощи художественных практик, то есть они, например, приезжали в неизвестную местность и пытались пользоваться картами известной местности и как-то находить какие-то забавные пересечения, как-то перерисовывать потом карту своих ощущений, то есть, какая улица их угнетала, какое здание вызвало у них какое-то там впечатление и так далее. И, собственно, как раз на основе вот этих художественных практик Никита разработал вот этот дрейф и он вот реализовывается в следующей форме. То есть мы выбираем какие-то улицы пока что, может быть, с литературным бэкграундом, ну, как минимум, они называются, да, там улица Маяковского, там, и так далее. И в процессе прогулки по этой улице люди не только узнают историю, да, вот этой улицы, города, еще что-то, но и раскрывается персонаж. То есть, цепляясь за какие-то мелкие подробности, как мы понимаем, улица Маяковского, это не, она не самая туристическая улица, то есть и Маяковского-то там не так много, вот, но, что удивительно, можно найти какие-то пересечения вот этого городского ландшафта с биографией поэта, да, то есть, и убиваются сразу два зайца. Люди узнают об истории города, улицы, и узнают о Маяковском, ну, то есть, такая достаточно популярная фигура, узнают его с непопулярной стороны, вот, ну, это такая, в том числе, это горизонтальная такая практика, она выстроена на том, что люди сами активно в этом участвуют, то есть, их все время приглашают к поиску каких-то вот этих элементов, то есть, это какое-то всегда, ну, в общем, предполагает их включение. Все-таки, наверное, более теплый период, да, весенне-летний, осенний, наверное, да, подразумевается проведение таких экскурсий. Да, 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 когда комфортно гулять по улице. Но я хотела сказать, что тут еще главный посыл, что каждый человек художник, и что он как художник смотрит на предложенное ему вот что-либо, и так происходит в каждом мероприятии, то есть, обязательно нужно иметь какое-то художественное восприятие действительности. Спасибо большое, время наше вот так быстро пролетело, но, тем не менее, хочу, может быть, подвести итог нашему разговору. Правильно ли я поняла сегодня, слушая вас, что открытость к новым проектам, к новым партнерским отношениям, к сотрудничеству, это вот все литературный музей и Горький центр. Да, мы найдем, как это применить, если не на основной площадке, то на Горький центр точно, да. Прононсируйте какие-то ближайшие мероприятия, ну и пригласите, конечно, наших дорогих жителей города Самара. Каждый четверг в 7 часов у нас экскурсия в Горький центр. И также у нас сейчас есть курс вечерка, когда мы зовем посетителей на лекции, это своего рода ликбез по школьной программе, но мы говорим о том, что если вы в школе не достаточно поняли мастера Маргарита или нос Гоголя, то как бы сейчас самое время, чтобы перечитать это и узнать что-то новое, что вы еще пока не знаете об этих произведениях. И вот по четвергам в 7 часов у нас такие лекции в Горький центр. Рудольф? Ну, собственно, я присоединяюсь здесь к словам Екатерины. Можно следить за нами в соцсетях, мы есть самых разных, то есть ВКонтакте, ВИнстаграме, выбирайте, что вам удобнее, или, может быть, сайт. Действительно, у нас раз в две недели проходит вот эта вот программа вечерки. Мы здесь несколько так пародийным, может быть, ключе подошли к вечерней школе советской, и действительно раскрываются какие-то темы, которые проходились в школе много лет назад, но оставлены были, может быть, тогда без внимания, а сейчас хочется их наверстать. И вот мы, в том числе, приглашенные лекторы, и сами сотрудники музея рассказывают о каких-то произведениях. Например, на прошлой неделе у нас говорили о слове о полку Игореве, то есть с такой несколько неосвеженный взгляд уже, когда, то есть никогда ребенком оставляется читать фрагменты из этого непонятного текста. Вот. Ну, действительно, у нас каждую неделю проходят экскурсии по выставке «Женский вопрос», и в ближайшее время, скорее всего, пройдет вот тот самый сайфер, о котором ты уже упоминалась. Ну что же, спасибо вам большое, а спасибо всем тем, кто был сегодня с нами вы смотрели программу «Город ИС», но если вы хотите почувствовать на себе необычный формат, необычные выставки, смело идите в литературный музей, ну и, конечно, в уроки-центр. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова